Почему АК-47 это рэп не для гопников? Как Витя АК спродюсировал Моргенштерна и благодаря чему группа обрела вторую жизнь? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите, досмотрев это видео до конца. С вами канал Шоу Бизнес. Погнали! Если вы считаете, что АК-47 это рэп для гопников, то вы глубоко ошибаетесь. В течение этого видео мы поближе познакомим вас с этой группой и докажем, что их творчество это добротный рэп, который не стыдно слушать. А начнем мы с истории зарождения коллектива. АК-47 группа из Екатеринбурга, в состав которой входят два обычных пацана Витя и Максим. И так как именно Витя является главной движущей силой коллектива, то в основном речь будет идти именно о нем. АК-47 это АК-47. АК-47 это АК-47. И вот вам сразу же интересный факт о Вите. Мало кто знает, что его полное имя вовсе не Виктор, а Виталий. Хотя даже в Википедии написано, что он Виктор, но это неправда. Как он сам объяснил в одном из интервью, его стали называть Витей из-за того, что старшим пацанам на районе так было удобнее. Виталик для них было слишком сложно. Из тебя подписка, если ты тоже всю жизнь думал, что он Виктор. Почему тебя все зовут Витей, хотя на самом деле ты Виталий? Витя, меня звали мои кенты с района, потому что им было трудно запомнить мое имя. Что же касается его любви к хип-хопу, то Витя увлекся им еще в школьные годы. Он начал сочинять простенькие стихи и даже записался на занятия по брейк-дансу. А уже в 13 лет он с друзьями основал рэп-группу под названием «Фруктовая гетто» и стал называть себя «МС Виноград». Была у нас команда даже детская по рэпу «Фруктовая гетто». Ну как детская? Лет нам было, наверное, по 13. Став немного постарше, он сменил свой псевдоним на «Инкогнито». Под таким именем он начал сочинять лирические песенки о любви, но быстро понял, что это не его. И хотя людям нравилась такая лирика, Витя жаждал, чтобы его рэп раскачивал, а не заставлял грустить. Поэтому он стал делать совсем другую музыку. В 2004 году у Вити случилась судьбоносная встреча со своим будущим верным соратником Максимом Бралином или просто Макси Ака. А произошло их знакомство в автобусе по пути из родного Березовского в Екатеринбург. Парни познакомились и, разговарившись, выяснили, что они оба увлекаются рэпом. На почве общих интересов Макс предложил Вите записать несколько совместных треков с его группой «Непавшие», на что тот любезно согласился. А после того, как они вместе записались, Макс понял, что Витя относится к рэпу намного серьезнее, чем его товарищи, и работать с ним гораздо комфортнее. То есть Макс увидел в этом развитие и, конечно же, захотел уже не в домашней читать, а со мной в студии. В итоге Макс ушел из своего тогдашнего коллектива, и они с Витей стали делать рэп вдвоем. Таким образом, в 2004 году на свет появилась группа АК-47. С 2004 года Витя и Максим записывают свои первые треки под брендом АК-47. Веселый и медийный Витя и абсолютно закрытый Максим органично дополняли друг друга. Эдакие екатеринбургские «Джей» и «Молчаливый Боб». Помимо музыки, с помощью подручных средств и дешевой камеры, парни снимали и свои первые клипы. Сегодня эти видео кажутся смешными, но тогда они вызывали бурный ажиотаж вокруг себя. И если пацаны верили в себя и свой успех, то их родители не очень. А они были против того, чтобы дети увлекались рэпом и считали, что люди в столь юном возрасте, а парням на тот момент не было и 20-ти, должны получить хорошее образование, а не заниматься не пойми чем. Но пацаны четко для себя определили, что они не хотят работать на дядю, а желают зарабатывать своим любимым делом. И чтобы доказать серьезность своих намерений, парни переехали от родителей в Екатеринбург навстречу своей мечте. Все, все вещи собраны. И уже в 2006 году их музыку слушал весь Урал. Такому быстрому развитию группы поспособствовала появившаяся в те годы социальная сеть ВКонтакте. Парни начали выкладывать туда свои треки и клипы, которые разлетались по Уралу, как горячие пирожки. Благодаря этому их музыка вышла за пределы Екатеринбурга и расползлась по всей России. Быстро растущая популярность привела к тому, что их заметил Баста. Он пригласил АК-47 в Москву. В столице Баста и АК при участии Гуфа и Пять Плюх записали совместный трек под названием «Шире круг». Песня стала настоящим хитом и возвела АК-47 в статус звезд рэп-индустрии. Кстати, именно с этой песни я и начал свое знакомство с этим дуэтом. Во-первых, меня впечатлил состав рэперов на этом треке. А во-вторых, как они все круто звучали. Кстати, расскажите в комментариях свою историю знакомства с АК. После успеха песни «Шире круг» Баста понял, что нельзя отпускать из своих рук таких самородков и предложил парням стать резидентами лейбла «Газгольдер», на что Витя и Максим с удовольствием согласились. После подписания контракта с «Газгольдером» в 2009 году АК-47 выпустили дебютный альбом под названием «Березовский». И я думаю, что вы соврете, если скажете, что его не слушали. Ведь он получился по-настоящему хитовым. Во-первых, надо отметить трек «Кругом тонирован», который звучал из каждого заниженного таза. Ставший локальным хитом еще до выхода альбома. Вообще АК-47 – мастера такого стебного и юмористического рэпа. И так как такой юмор был близок и понятен простым людям, их треки становились народными хитами. Как, например, песни «Братц». Мне кажется, подавляющее большинство слушателей узнали в этой песне свою родню. Лично я всегда включал этот альбом, когда мне хотелось поднять себе настроение и покачать головой под крутой хип-хоп. Я думаю, так делали многие. Но помимо юмористических зарисовок, были на этом альбоме и серьезные песни. Например, полвторого, записанные с Мэтт Бастас. Это настоящий мрачный андеграунд с Урала. Сольный трек Макса «Максим на связи» тоже нельзя назвать веселым и раздолбайским. В нем Макс развеял все слухи о себе и показал, что он никуда не уходил и находится в хорошей форме. Что касается тематики альбома, то это классический качевый хип-хоп о жизни обычных пацанов из пригорода Екатеринбурга. А так как в то время они вели достаточно развязный образ жизни, то в их треках очень часто упоминались легкие наркотики. И это сыграло злую шутку с коллективом. Да, этот рэп принес им огромную популярность, но у этой популярности была и обратная сторона медали. Большую часть их фан-базы составляли как раз люди, которые любили дунуть. А у большинства людей, незнакомых с хип-хоп-культурой, этот факт вызывал сильное отторжение. К сожалению, ведь группа была достойного большего. Но несмотря на это, альбом стал настоящим открытием именно рэп-индустрии. Парни создали на этой пластинке свой собственный мир с уникальным языком повествования и сленгом, который сначала понимали только жители Березовского, а зачем выучила и вся страна. Их успех не остался незамеченным, и группа стала обладателем премии «Открытие года» от Russian Street Awards. Лучшим открытием 2009 года вы назвали кого? Не будем томить вас, это две буквы и две цифры. Повернись! Ага, 47! После выхода дебютного альбома в сети появилось несколько синглов, закрепивших огромную популярность коллективом. Одним из них стал стебный трек «Размер не важен», записанный при участии Вадика Купе. Давай замажем, что размер не важен. Давай докажем, Вадик. Витя, давай докажем. Пусть знает каждый. В следующем 2010-м парни продолжили свое победоносное шествие по рэп-индустрии и выпустили свой второй релиз, получивший название «Мегаполис». И название альбома достаточно символичное. Если первую пластинку «Березовский» записывали простые парни из одноименного населенного пункта, то над «Мегаполисом» работали уже суперзвезды, покорившие Москву. Второй релиз получился намного более качественным с точки зрения продакшена. Видно, что над пластинкой работали настоящие профессионалы. В текстах же были все те же приколы, сленг и житейские премудрости, подкупавшие слушателя своей простотой и бесшабашностью. Именно своей легкостью и непосредственностью меня подкупали эти парни. Я думаю, в этих компонентах они были лучшим среди русских рэперов. Этакий русский народный рэп. Порадовал и список гостей на альбоме. Своими куплетами отметились Гуф, Нагана, Восточный округ и многие другие. А главным же хитом пластинки можно назвать «Девятиминутный сайфер тем, кто с нами». 2010 год – это время, когда АК-47 были на пике своей узнаваемой. Помимо уже перечисленных треков, также было очень много других популярных песен. Так давно не виделись. Как дела? На что же ты обиделась? Как дела? Оля Лукина. Пища. Предприниматель Люба. Любит Куба. Давно не ела крупы и не ходила в клубы. Кожица в соляре. Никогда вообще ни в чем не сомневался. Я ровный пацик. И это классно. Я точно знаю. В целом, их второй альбом получился очень крутым и по-настоящему качевым. И на мой скромный взгляд, это лучший релиз группы в их дискографии. А как вы считаете, какая их работа достойна называться лучшей? Пишите в комментариях. Мегаполис принес коллективу еще большую славу, но вместе с тем еще сильнее закрепил за ними статус подъездных рэперов. И хотя они уже давно не были таковыми, это клеймо сильно мешало им развиваться. Хотя если абстрагироваться от их образа и того, кто их слушал, можно было понять, что они делали по-настоящему крутой рэп. После двух сверхуспешных альбомов коллектива, Максим на некоторое время ушел в тени, пропал с радаров своих фанатов. Лишь редко появляясь с гостевыми куплетами на треках других артистов. Я не Игорь, но все равно крутой. Если делаешь отстой, со мной рядом не стой. Поплыл кустой. Витя же не останавливался ни на секунду и развивал свое сольное творчество. В период с 2010 по 2012 годы он выпускал по альбому в год. Первым таким релизом стал «Два в одном» — совместная работа с битмейкером под псевдонимом «Тип». За себя не страшно, страшно за близких. Страшно быть на своей земле туристом. Страшно, когда... «Два в одном» вышел в один год с «Мегаполисом». Но такого же фурора не произвел. И этому есть объяснение. По моему скромному мнению, этот альбом был записан как будто бы на диком расслабоне. И он не подарил слушателю ни одного хита. Почти все треки представляли собой банальный рэп о рэпе. Просто неосознанно читали рэп на крыше, в машине рэп читали, потом наоткрывали студии в подвале. Вышедшая в 2011 году вторая часть этой пластинки не сильно отличалась от предыдущей. Сложилось такое впечатление, что после двух успешных альбомов от группы Витя немного расслабился и избавил обороты. На этом релизе слушатель не узнал ничего нового о Вите. Но и Витя, в свою очередь, не старался чем-то удивить. Поэтому логично, что два этих альбома не удостоились особого внимания и довольно быстро забылись. В 2012 году вышел уже сольный релиз Вити под названием «Жирный». И эта работа отличалась от предыдущих. На ней Витя постарался не повторяться и в каждой песне примерял на себя новые образы. На 17 треках пластинки он успел зачитать об очень многом. Например, в композиции читали, нажимав на запись. Он решил объяснить государству, что его творчество – это просто рэп, и он ничего не пропагандирует. Кстати, именно в то время у коллектива были проблемы с госорганами. Их концерты отменяли, а на них самих объявляли настоящие облавы. Но об этом чуть подробнее мы поговорим далее. Помимо этого, на альбоме было еще много чего интересного. Если вы помните, в 2012-м нам обещали конец света, и Витя немного поразмышлял на эту тему. Также стоит отметить, что активное участие в записи этого альбома принял Баста. Он отметил со своими куплетами сразу на трех треках. Помимо Баста были и другие крутые гости, такие как Гуф, рыночные отношения и Триагру Трика. Что же касается звучания альбома, то оно полностью отражается в его названии. Звук действительно жирный и точно заставит вас покачать головой в такт бита. Целым альбом получился ровным. Без громких хитов, но и без провальных треков. Главным минусом пластинки, на который я бы хотел обратить внимание, это та расслабленность Вити, о которой я говорил ранее. Из-за нее он немного терялся на фоне всех своих товарищей, с которыми фитанул на альбоме. Баста просто выглядит на этих треках более весомым. А Гуф вообще в 2012-м был на пике своей формы, и любой рэпер, фитовавший с ним, оказывался в его тени. Рыночные отношения и Триагру Трика показались более голодными до рэпа. Из-за этого складывается ощущение, что гостем на этой пластинке был именно Вити. Как я и говорил ранее, в этот период у группы начались проблемы с законом. В 2011-м году Евгений Ройзман, основатель фонда «Город без наркотиков» и будущий глава Екатеринбурга, направил письмо в управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков с просьбой о запрете деятельности группы АК-47 по причине откровенной пропаганды наркотиков. Однако никакой реакции не последовало, и 23 сентября того же года было направлено повторное обращение с теми же требованиями. После опубликования писем фонда в газете «Золотая горка» фанаты группы решили поддержать своих любимцев в родном городе АК-47 в Березовском. Был изготовлен плакат размером с пятиэтажный дом с изображением группы, что отчетливо показывало фанатскую любовь. После всех этих событий анонимный представитель группы ответил на эти письма таким образом. Таким лицам не нужно беспокоить творческих людей. Нас называют говнокурами и обвиняют в том, что мы пропагандисты наркотиков. Мы таковыми не являемся, но это все отвлекает нас от творчества. То, как ребята выглядят на сцене, это их сценический имидж. Говорить, что наше творчество пропагандирует наркотики, это все равно, что говорить, будто фильм Никиты Михалкова «Жмурки» пропагандирует убийство. Период с 2013 по 2015 год. Витя, последовав примеру Макса, тоже решил взять творческий перерыв. Новой музыки было мало, лишь немногочисленные гостевые куплеты. Главным событием того периода в жизни группы можно назвать участие парней в фильме «Газгольдер». Витя неоднократно высказывался об участии в съемках данной картины в восторженных тонах. Скрытые от глаз посторонних обитатели «Газгольдера» занимались своими обычными делами. А вот в 2015 году наконец вышел третий студийный альбом группы с логичным названием «Третий». Послушав его, стало понятно, что парни пытаются избавиться от ярлыка подъездных рэперов, которые на них повесили. Пацаны практически полностью отказались от упоминания запрещенных веществ, а их общий посыл стал заметно добрее. В целом альбом пропитан позитивной энергией. Плюс к этому он не напрягает, а наоборот заставляет расслабиться. Но, к сожалению, к 2015-му популярность дуэта уже шла на ум. Из-за образа, который повесили на себя А.К., очень неплохой альбом остался без должного внимания. Да и вдобавок к этому, 2015-й год – это год, когда русский рэп стал быстро меняться. Простой пацанский хип-хоп начал уходить на второй план, уступив дорогу модному звучанию. В июле 2016 года вышел альбом «ТГкак», записанный АК-47 совместно с Триагрутрикой. Об этом релизе я уже рассказывал в сюжете от Триагрутрикой. Кстати, обязательно посмотрите, если его еще не видели. И мне не хочется повторяться, поэтому скажу лишь что, что это действительно достойный альбом от двух главных рэп-групп Урала, который стоит послушать. Но все же, по многим объективным и субъективным причинам, этот релиз остался без должного внимания. После выхода «ТГкак» в том же году у АК-47 закончился срок действия контракта с «Газгольдером», и парни отправились в свободное плавание. Кстати, как и их товарищи из Триагрутрики. Но хоть Витя и Максим до сих пор говорят, что работа на «Газе» под руководством «Баста» положительно повлияла на их карьеру и творчество, тем не менее некая обида чувствуется в их высказываниях. Это разрыв, да? Ну, если честно, я чуть не блеванул. Было ощущение, что у нас не отстаивал. Я не скажу, что там пиздец на нас там одели оковы и говорили не это, но и не скрою, что корректировка материала была. Но ты эту несвободу чувствовал? Чувствовал. Может быть, из-за того, что в последние годы пребывания парней на «Газе» АК подвергались хейту, а «Баста» их никак не отстаивал в публичном пространстве. Особенно это заметно в интервью Василия, которое он дал Дудю. Делают ли меня они слабее, мы не играем в команде. Делают ли они себя сильнее? Возможно, потом. Как вы считаете, правильно ли «Баста» поступил, отпустив их, или надо было все-таки продлить контракты? Жду ваших мнений в комментариях, а пока идем дальше. 6 октября 2017 года вышел первый альбом дуэта, записанный не на «Газгольдере». Пластинка получила название «Новый». Исходя из названия, казалось, что парни обновились, и от них стоит ждать чего-то необычного. И парни удивили. Они кардинально поменяли свое звучание и запрыгнули на трэп-инструменталы. И хотя на нашем канале мы всегда выступаем за то, что нельзя много лет оставаться на одном месте, и всегда нужно меняться, пробовать что-то новое и двигаться дальше, но в случае с этим альбомом эксперимент оказался скорее неудачным. Все же развитие должно было быть естественным и органичным, но выслушав эту пластинку, сложилось впечатление, что парней заставили читать под трэп-биты, и им на них очень некомфортно. Тем не менее, некоторые треки вышли достаточно неплохими, да и в конце концов негативный опыт тоже опыт. В общем, громко камбэкнуться с этим альбомом не вышло. Но все-таки новая волна популярности накрыла чуть позже. Абака снова заговорили после успеха рекламы «Азина» с Витей в главной роли. Все говорят «А как? А как поднять бабла? Куда нажать? А-а-а, «Азина» три-то. После этой рекламы, когда каждый второй россиянин видел Витю перед тем, как посмотреть фильм, его медийная жизнь обрела второе дыхание. Он стал желанным гостем всевозможных ютуб-шоу и телепередач. Витя, по сути, стал живым мемом. И знаете, это неплохо, ведь он всегда был таким. И в этой роли он выглядит органично. С самого начала карьеры Витя создал свой образ и благодаря нему смог привлечь огромное количество фанатов. Вспомните, например, сколько раз вы видели его без черных очков. Думаю, от силы пару раз. И ведь он сделал это своей фишкой еще в начале своего пути. Или вспомните тату автомата Калашникова на его спине. Моя столица не Амстердам, не Люксембург. Район Березовский, город Екатеринбург. Это ведь тоже крутой маркетинговый ход. Когда он впервые показал татуировку в клипе, этот автомат сразу же перекочевал на задние стекла автомобилей в виде наклеек. И когда кто-то видел такую наклейку, первым, что у него всплывало в голове, была группа АК-47. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Витя гений маркетинга, который изначально тщательно проработал свой образ, да еще и подкрепил его качественным узлом. И я нисколько не удивился, когда Витя записал фит с Моргенштерном. Ведь, по сути, Алишер — это последователь Вити. Вы можете сколько угодно плеваться на его музыку, но то, что он гений маркетинга, гений шоу, шоумен, и благодаря этому зарабатывает на своем образе огромные деньги, отрицать невозможно. Моргенштерн сам же признался, что в детстве фанател от АК-47. И вот в 2020-м учители-ученик встретились на одном треке. Оказавшись на пике своей второй молодости, в сентябре 2020-го Витя выпустил свой очередной сольный альбом с символическим названием «Старая школа». На мой скромный взгляд, релиз вышел более чем удачным. Витя показал, что он до сих пор находится в хорошей форме и может раздать рэпы не хуже молодежи. Позитивно этот альбом встретила и публика. Просто посмотрите на комментарии под новостью о выходе пластинки. На этой пластинке достаточно крутых треков. Но мне же больше всего понравилась песня «Айр Максы», записанная при участии неожиданного гостя поэтессы Соломоновой. Напишите в комментариях, какой трек с этого релиза больше всего понравился вам. Подводя итоги, можно смело сказать, что этот альбом получился как минимум заслуживающим внимания. И если вы его еще не слышали, то я настоятельно рекомендую вам это исправить. 40 китайских наушников с Алиэкспресс и одни настоящие AirPods. Смогут ли профессиональные музыканты отличить оригинал от 40 подделок? Узнать, сколько на Алике брака можно только в эксклюзивном проекте канала «Шоу Бизнес». Велсаком курит по ссылке в описании. Вот эти палевные можно глухим впаривать. Оглядываясь на карьеру Вити и группы АК-47 с высоты пройденных лет, можно с уверенностью сказать, что он еще не до конца реализовал весь свой творческий потенциал. В каких-то моментах они сами виноваты, позволили себе расслабиться. Но мне все же кажется, что на них очень сильно повлияло общественное мнение и огромное количество ярлыков, навешанных на группу. Во-первых, рэперы читали о наркотиках еще задолго до Вити и Максима. Мальчишник же не запретили. А во-вторых, это не их вина, что их окружали травкой подъезды, а не спортивные площадки. АК-47 в первую очередь рэп-группа, поэтому они просто читали о своей жизни, о жизни обычных русских пацанов. К сожалению, это так. В-третьих, претензии по поводу подъездного рэпа или гоп-рэпа. Если к первым их трекам можно применить такие термины, так как в то время подъезды были частью их жизни, то к более позднему творчеству словосочетание гоп-рэп точно неприменимо. По мере возрастания качества жизни Вити и Максима менялись и их треки. После переезда в Москву их рэп стал заметно более качественным и в плане звучания, и в плане затрагиваемых тем. Но те, кто в 2006-м кричал, что АК-47 гопники, продолжали это делать и в 2016-м, даже не удосужив прослушать их музыку. В плане рэпа они были на высоком уровне. Они стали знаменитыми, не вкладывая в свой успех ничего, просто веря в себя и делая так, как им нравилось. Исходя из этого, можно смело сказать, АК-47 это недооцененные герои нашего отечественного хип-хопа, которые сейчас могут дать фору всем молодым рэперкам. С вами был канал Showbiz. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики и... Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok